МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 мандатов у партии Единая Россия, 13 мандатов достались другим партиям. 4 депутата представляют справедливую Россию, столько же КПРФ. 3 мандата получила ЛДПР, и впервые 2 места в ЧГСД получила Российская партия пенсионеров. Почти половина депутатов новички, но в большинстве своем это известные лица в городе. 8 октября на первом заседании столичный парламентарий выбрали нового главу города. Им стал Олег Картунов. За его кандидатуру проголосовали 33 депутата и 42 присутствующих на заседании. Избранный глава уже принял присягу. Впереди много целей главы, огромный объем работы. Я в полной мере чувствую, осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Уверен, что наша совместная слаженная работа будет направлена только на служение интересов жителей. Участие в первом заседании ЧГСД 7-го созыва принял и глава Чуваши. Олег Николаев пожелал новому главе столицы республики и обновленному депутатскому корпусу всегда быть на страже интересов избирателей и совместной продуктивной работы. Перед нами стоит очень большая, важная задача сделать этот период, пока вы будете обладать полномочивыми депутатами, реализовать те мероприятия, которые заложены в комплексную программу развития наносущих больших бассеров, в целом программной республики. И эти мероприятия должны очень серьезно видоизменить первоначальности, которые уже помнят города, и в итоге условия проживания и качества жизни каждого гражданина ЧГСД 7-го жителей было бы всего одна. Это хорошо, что в одной команде плечом к плечу будут работать старейшины депутатского корпуса и молодые, отметил Евгений Кадышев. У нас задача одна – благосостояние граждан-граждан, красота нашего города, развитие нашего города. И поэтому такая преемственность, что молодой, инициативный, амбициозный человек приходит с хорошим образованием, приходит на эту должность, на эту общественную работу, тяжелую работу. Кроме того, после 9 лет работы в статусе главы администрации сложил полномочия Алексей Ладыков. Временно исполняющим обязанности главы администрации города назначен Владимир Филиппов. Евгений Кадышев – один из трех заместителей главы города Чебоксары Олега Картунова. Он будет координировать вопросы по бюджету, экономической политике и инвестициям по социальному развитию. Второй заместитель – Виктор Горбунов, руководитель постоянной комиссии по вопросам городостроительства, землеустройства и развития территории города. Третий – Николай Владимиров. Он возглавил постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности. Вопросы работы коммунальных служб, общественного транспорта, благоустройства дворов – в приоритете. Вне зависимости от партийной принадлежности цель у депутатов ЧГСД одна – благополучий и комфорт горожан. Удостоверение значок депутата вручается Корбунову Виктору Александровичу. Предварительно бюджет столицы уже сверстан, но народные избранники хотят успеть внести в него изменения. Они получили немало наказов от своих избирателей. В каждом округе свои проблемы и задачи. Вот барак, большое количество деревьев, где-то уже аварийные, где-то сухостой, где-то деревья просто стали высотнями, которых надо давно уже хронировать, где-то уже выгубать. Поэтому бюджетное осуждение на это никогда не было. Мы смотрим на свет, сами управленные компания, своими силами это никогда не сделают. И кроме того, если они ее находятся на названии территории, то есть это городская земля. Поэтому сейчас идет формирование бюджета. У меня предложение выделить на следующий год, обязательно финансирование. Нельзя откладывать решение другого вопроса. Асфальтовое покрытие территории многих школ уже исчерпало свои ресурсы. Педагоги пытаются справиться с этой проблемой своими силами. Но ежегодное ватание дыр ощутимого результата не дает. Поэтому есть запрос на благоустройство и ремонт таких пространств. Депутаты надеются найти на эти цели средства в городском бюджете. Глава столицы Олег Картунов считает, что депутаты вне зависимости от партийной принадлежности должны объединиться для решения актуальных задач. Ведь оцениваться их работа будет по достигнутому результату. Один из поводов объединить усилия – борьба с коронавирусом. В городе регулярно проводятся профилактические рейды. Эти меры направлены на то, чтобы люди понимали, что здоровье и самочувствие их и их близких зависит от того, насколько они бдительны. Маски в общественных местах и транспорте сейчас уже требования закона. Об этом троллейбусах, автобусах и маршрутках периодически напоминают сотрудники Роспотребнадзора, полиции и столичной администрации. Специалисты Министерства транспортного и дорожного хозяйства Чувашии регулярно проверяют, как соблюдают масочный режим водители, работающие на межмуниципальных перевозках. За последние три месяца 8 перевозчиков получили предупреждение. Всего в районные суды Чувашии направлено 31 административное дело. И все же большинство понимает, что риски заражения надо исключать и без масок здесь никак. Пожалуйста, если у кого нет, мы даем, раздаем. В течение смены сколько раз меняете маску? Я четыре раза меняю. Масочный режим – не единственная мера предосторожности. Перевозчик обязан проводить и дезинфекцию транспорта. Ежедневно мы перед выходом на линию проводим с водителями инструктаж. И каждый день перед выходом на линию выдаем средства индивидуальной защиты и проводим дезинфекцию. В нашем предприятии проходит около 100 единиц. Это городские маршруты, значит, 70 автобусов большого и среднего класса. И пригородные – это автобусы М2 малого класса. Один автобус дезинфицируется три раза. Министерство транспортного и дорожного хозяйства напоминает. Ношение масок в общественном транспорте носит не рекомендательный, а обязательный характер. Тем более, что средства индивидуальной защиты эффективны и против ОРВИ и гриппа, сезон которых уже начался. Впереди зима. Столица готовится к предстоящему сезону. Самое время проверить технику на предмет годности и готовности к зимним работам. Этой традиции коммунальщики не изменяют уже много лет. Проверить боеспособность Дорокса приехала большая делегация депутатов и сотрудников муниципальных служб. Готовность номер один. На линии чинно стоят тракторы, снегоуборочные машины, погрузчики и другая коммунальная техника. В общей сложности 95 единиц. Сегодня они переходят на круглосуточный режим работы. Проверяют тщательно вплоть до работы отдельных блоков. На сегодняшний день предприятием Дорокса у нас на обслуживание более 4 миллионов квадратных метров дорог. В этом году у нас только прибавилось 260 тысяч квадратных метров дорог в целом. Это улицы нового города. Это получается дорога федерального значения в сторону Новочебосарска. И в связи с этим также мы, конечно, планируем закупать новую технику. Пять новых тракторов уже готовы к работе. Геннадий Лампасов управляет одним из них. Мы в июне получили новый трактор. Сам работаю 2005 года, 15 лет. Так работа нравится. На зиму нам напарника дают. Две смены работаем, ночью, днем. Зиму снега убираем, тротуары чистим, установки чистим. Заезды в езде чистим, чтобы машинам легче было разворачивать. Если в прошлом специализированная компания в основном чистила дороги, то сейчас берет на себя и другие функции. Через аукцион мы выиграли на благоустройство дворовых территорий. Мы выполняли дворовые территории благоустройства Ленинского района, Московского района и по 119 объектам малых дел. В целом я считаю, что довольно-таки большую работу в этом году мы провели. Специальная комиссия проверила техническое состояние машин. Лучшие работники получили награды. Уборочный парк требует постоянного обновления. Средства на это будут закладывать в местном бюджете. Новая технология, новая техника. Вот есть старая техника, которую необходимо списывать. Более 4 миллионов квадратных метров обслуживает АО «Дорекс». В зимний период 95 единиц техники будет снегоуборочной работать. То есть вовремя, в срок оперативно будет очищаться снег. Сейчас на стадии закупки с использованием механизма лизинга еще 3 единицы комбинированной дорожной техники на базе КАМАЗа. Столица Республики 23 октября приняла у себя работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса. В День сельхозработника уместно обсуждать вопросы сотрудничества и перспективы товарообмена между городом и селом. Тем более, что в столице Республики находятся многие перерабатывающие предприятия. Большие территории, открытые пространства, так легче держать социальную дистанцию. В фойе Ледового дворца свои экспозиции развернули многие агропредприятия. Молочные десерты, ягодное варенье, мясные деликатесы и аппетитные салаты. От дегустации экологически чистой продукции, которой так славятся чувашские производители, трудно отказаться. Выпускаем только натуральную продукцию, работаем только на натуральном сырье, не добавляем никакие вкусовые добавки и разрыхлители. На сегодняшний день производим более двухсот наименований продукции. Мы действительно заботимся о здоровье каждого нашего покупателя. Нынешний год во многом стал рекордным. Нам в этом году многое удалось. Несмотря на те трудности, которые были, которые есть, но вот те успехи по урожайности, по валовому сбору, по росту экспорта для нас являются дополнительным стимулом, стимулом того, что все можно, все возможно, если мы с вами будем планомерно, целенаправленно работать по достижению поставленных целей. Традиционно на торжественном собрании были вручены награды. Лучшие из лучших получили благодарности, дипломы и денежные премии. И это все, что мы успели вам рассказать о деятельности избранников народа депутатов Чебоксарского и городского собрания депутатов 7-го созыва в октябре. Вы смотрели программу местное самоуправление. С вами была я, Наталья Мальчикова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok